Здравствуйте! В эфире новости Смоленской атомной электростанции в студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Добро пожаловать! С руководителями подразделений директор АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». На сегодня фактическая мощность 23 039 мегаватт. Это составляет 102,1%. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка 2945 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. О ходе реализации ПСР-проектов на Смоленской АЭС доложил заместитель главного инженера Олег Кужиньязов. На сегодня подано 887 ППУ, за неделю 28. По ПСР-проектам на сегодня всего открыто 133 ПСР-проекта, из них реализовано 16. Выработка электроэнергии за 14 дней августа составила 927 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 23 миллиона. С начала года выработка составила более 15 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 1,28 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В Десногорске завершился большой баскетбольный праздник всероссийского уровня – фестиваль «Оранжевый атом». Сильнейшие спортсмены, чемпионы мира, Европы, игроки сборной страны, команда «Динамо Росатом» и сборная «Смоленская АЭС» сразились за победу в открытом кубке концерн «Росэнергоатом» по баскетболу 3 на 3. Впервые здесь работал спортивный лагерь для детей, проживающих на территориях присутствия АЭС России. А также прошли открытое первенство «Смоленская АЭС» по баскетболу среди юношей и региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017» среди юношей и девушек. По словам генерального директора концерн «Росэнергоатом» депутата Смоленской областной думы Андрея Петрова, сегодня опыт Десногорска положен в основу развития баскетбола в других городах страны. Сегодня баскетбол является, не побоюсь, спортом номер один в Десногорске. Очень приятно, что развиваются именно детские и юношеские баскетболы. У нас в Десногорске и детские команды мальчиков и девочек активно участвуют с нами ветераны. Видно, что на наши соревнования приезжают уже чемпионы, которые готовы передавать свой опыт. Уверен, что те шаги, которые мы делаем здесь, в Десногорске, они уверенно будут воплощаться и по всей стране, не только в атомных городах, но и в городах Смоленской области, и в городах Российской Федерации. По словам директора Смоленской АЭС Павла Лубенского, уникальный проект развития баскетбольного движения, зародившийся в Десногорске в 2014 году, под эгидой концерн «Росэнергоатом» Смоленской АЭС, при поддержке администрации региона и муниципалитета Центрального клуба «Динамо» и партии «Единая Россия» выходит на новый уровень. У нас в городе, в области, в целом по концерну, эта политика, она правильно выбрана, правильно поддерживается и правильное направление дается. Но на самом деле, и президент сказал, да мы и сами прекрасно понимаем, что стране нужны здоровые люди, сильные, воспитанные, умные. В рамках баскетбольного фестиваля также состоялось торжественное собрание, посвященное Дню физкультурника, где были награждены активные десногорцы, приобщающие детей к здоровому образу жизни, а также многодетные семьи. Мы очень рады тому, что в нашем городе есть баскетбол. Это активная, интересная игра. С появлением ее в городе происходит в течение трех-четырех раз в году феерическое шоу-праздник, который сопровождается соревнованиями. Мы, конечно, как родители очень счастливы тому, что участвуем во всем этом, и наши дети с огромным удовольствием воспринимают баскетбол как праздник. По мнению олимпийской чемпионки Ирины Сумниковой, фестивали, подобные Десногорскому, необходимы для растущего поколения. Самая главная поддержка именно исходит от Росэнергоатом, который дает нам эту возможность привлечь молодежь к баскетболу. А вот это движение, что руководство Росэнергоатом заинтересовано в этом. Посмотрите, как город живет, как Десногорск изменился, какие такие мини-баскетбольные инсталляции есть, мини-баскетбольные площадки, 3х3 площадки. Еще два года назад казалось, как бы ничего не существует баскетбола. А благодаря руководству, которое смотрит в будущее, смотрит вперед, мы здесь, мы живем баскетболом. Мне кажется, что весь город живет баскетболом. По итогам открытого кубка концерн Росэнергоатом по баскетболу 3х3 на пьедестале почета оказались московские команды. Первое место заняла «Плейграунд», второе – «ЮАОН», третье – «Торпеда». В региональном этапе всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017» среди девушек в разных возрастных категориях победителями стали команды «Покровка-18+,» и «Смоленск». Серебряными призерами команды «Звездочка-молодежка-фаворитки» бронзу взяли «Заднепровье-19» и «Феникс». Среди юношеских команд обладателями «Золота» стали «Заднепровье», «Лидер», «Гладиаторы», «Юность России». Второе место заняли «Ребзящит», «САЭС», «Динамо», «Русатом». На третьем месте – «Мишки», «САЭС-2», «Техстрой» и «Энигма». 12 августа состоялось торжественное открытие Дома культуры в деревне Костыри Смоленской области после полномасштабного ремонта. Администрация сельского поселения, насчитывающего более 400 жителей, неоднократно обращалась с просьбой помочь восстановить место сбора селян и проведение культурного досуга жителей. Реновация стала возможна благодаря депутатам Смоленской областной думы Андрею Петрову и Михаилу Лосенко и, конечно, Смоленской атомной электростанции. Почетное право перерезать символичную красную ленту представилось генеральному директору концерна «Росэнергоатом» Андрею Петрову и депутату Государственной думы, члену фракции политической партии «Единая Россия» Ольге Окуневой. Сельский дом культуры – это место, где всегда собирались люди вместе. И в этом году в Смоленской области 44 дома культуры или получат новое оборудование, или будут отремонтированы. Хочется сказать огромные слова благодарности Андрею Винальевичу, Михаилу Васильевичу. Благодаря вам на Смоленщине появился 45-й объект – Дом культуры, который может быть участником тоже этой программы, но благодаря усилиям депутатов областной думы и концерна «Росатом». 12 августа к празднованию Дня физкультурника присоединились поклонники водных видов спорта. На акватории Десногорского водохранилища в гонках на лодках «Дракон» сразились около 70 спортсменов Смоленской АЭС, подрядных организаций и учреждений города. Преодоление непростой дистанции – 2000 метров – они посвятили 35-летию пуска первого энергоблока «Смоленская АЭС» и 25-летию образования концерна «Росэнергоатом». Впервые на соревнованиях на «Драконах» был применен новый принцип формирования команд – так называемая система «Карусель», когда состав лодок определяется путем слепого жребия. «Было сколько? 60 с чем-то участников, 64. Мы определили путем жребия, кто с кем гоняется. Многие друг друга сели первый раз, перед стартом увидели». По отзывам спортсменов соревнования получились интересные и очень азартные. В итоге упорной борьбы лидировала команда «Не тронь меня», на втором месте команда «Нахимов», на третьем – «Жемчужина». Победители и призеры первенства получили дипломы и памятные подарки от администрации и профсоюза «Смоленской АЭС». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленской АЭС». Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова